Конкурс «Учитель года Кубани» – это отличная возможность для того, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества и подчеркнуть что-то новое. Каждое испытание муниципального этапа конкурса потребовало от его участников напряженной и продуктивной работы. И вот прошли открытые уроки, подведены итоги и названы имена победителей. Подробности о завершении муниципального этапа краевого конкурса в репортаже Андрея Вишневского. Престижный конкурс, который давно уже стал традиционным, вызывает неизменный интерес у всей педагогической общественности нашего района. Участники муниципального этапа серьезно готовились к предстоящим испытаниям с помощью коллективов своих школ, честь которых они защищали. Славянские учителя-конкурсанты – это профессионалы, которые находятся в поиске новых путей обучения и стремятся к еще не покоренным вершинам. Выдержав немалую конкуренцию, финалисты конкурса смогли проявить себя. Серьезными испытаниями для них стали мастер-класс и открытый урок. И вот, наконец, торжественное закрытие муниципального этапа конкурса. В год педагога и наставника мы продолжаем ту замечательную, серьезную традицию нашего района – это проведение очных конкурсов педагогического мастерства. И он прирастает из года в год своими номинациями. Уважаемые конкурсанты, огромное вам спасибо, что вы серьезно отнеслись к подготовке к конкурсу. Выстояли сложные, тернистые были эти дни испытания. Всегда придумали какие-то заковыристые такие конкурсы, какие-то новые изменения вносятся. Обмен профессиональным мастерством – это умение себя преподнести с лучшей стороны, показать свои скрытые возможности. Ну а где-то и быстренько подметить и усовершенствовать, может быть, какие-то забытые формы нашего педагогического мастерства. Поздравляю всех с финалом. Желаю, чтобы ваше педагогическое мастерство набирало серьезных оборотов. Начальник управления образования Славянского района Елена Щурова поблагодарила участников конкурса, отметив, что это важный этап в их профессиональном развитии. Причем в выигрыше оказались все педагоги. Вы сегодня все победители, как минимум у себя в коллективах, как максимум для нас, для района. Потому что вы отдали ту часть своего профессионализма для того, чтобы все-таки наш район, наш мигниаполитет показывал лучший результат. Спасибо вам, коллеги, за то, что вы участвуете, за то, что проявляете свои творческие, профессиональные способности, за то, что побеждаете, за то, что горите этой идеей давать, показывать и организовывать. Ну и спасибо вашим наставникам. Сегодня в фильме, где в красной ничью звучало, то, что весь коллектив, то есть тот человек, который сегодня поднимается на сцену, это не только его заслуга, а заслуга всего коллектива, который поддерживал и морально, и профессионально. Участники конкурса приложили немало усилий, чтобы продемонстрировать свои таланты, мастерство и находчивость. В течение муниципального этапа рядом с ними были коллеги, которые всегда поддерживали их. И на мероприятии присутствовали директора школы, их заместители, учителя, специалисты управления образования. Все они с нетерпением ожидали объявления результатов. И вот началась торжественная церемония награждения победителей, призеров и лауреатов муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года Кубани» в 2023 году. В номинации «Учитель здоровья» не было равных учителю физкультуры из 25-й школы Елены Ковалевой, педагог-психолог 16-й школы Елена Ждамирова, первенствовала в номинации «Молодой педагог-психолог Кубани» в 2023 году, а победителем в номинации «Педагог-психолог» стала Галина Пляскина из 4-го детского сада. «Учитель первого лицея» Екатерина Бутримова стала лучшей в номинации «Педагогический дебют» в Славянском районе. Ей было трудно сдержать свои чувства. Так много надежд она возложила на этот конкурс, и в момент, когда они полностью сбылись, эмоции ее просто переполняли. Это было очень волнительно. Сидела до последних пор, держала кулачки, все коллеги держали за меня ручки. Спасибо моим наставникам, которые помогали мне в этом сложном пути. Коллеги очень помогали. Когда готовилась к конкурсу учителя, все меня поддерживали, помогали. А также готовили к нему, конечно же, усердно. Мы сидели днями и ночами, учили, ночью не спали. И вот результат дальнейший будет таков. Будем бороться дальше, трудиться. Я думаю, что дальше больше, ведь в нашей профессии развитие это самое главное. Эмоции сейчас переполняют. Я счастлива. Спасибо большое за то, что мой труд оценили. Я буду стараться дальше делать больше. В номинации «Основной конкурс» победу одержала учитель математики из 39-й школы Анастасия Лисовская. Она впервые участвовала в конкурсе и сразу же уверенно завоевала первое место. Действительно, я впервые участвую в этом конкурсе. Шла просто, чтобы позаимствовать опыт у коллег. А вот так получилось. Эмоций, конечно, большое количество. Благодарность организаторам конкурса было очень интересно, было захватывающе. Большое спасибо жюри компетентному. Они и направляли, и подсказывали, и говорили, где, как, что исправить. Такие конкурсы, они нужны. Такие конкурсы, они, конечно же, важны. В любом случае, эти учителя должны делиться опытом. Перенимаешь опыт у коллег. В общем, одни только положительные эмоции. Учитель третьей школы Оксана Никонова неоднократно успешно выступала в муниципальных этапах учительского конкурса. И все же победа в номинации «Основы православной культуры» ее очень порадовала. Главное, что ей удалось донести свои мысли до широкой и заинтересованной аудитории. Все, что мы делаем, мы делаем ради красоты преподаваемого предмета, ради того, чтобы представить нашу школу, показать, как мы работаем на уроках, какая у нас методика, чем мы живем, как мы преподаем. Все, что я могла сказать, я коллегам рассказала, им понравилось чрезвычайно. И окрыленное этими пожеланиями, окрыленное подсказочками, они мне сказали, как что лучше на крае сделать. Я уже думаю, как можно готовиться и когда это нужно делать. Победители в своих номинациях будут защищать честь Славянского района на краевом этапе конкурса. Праздник педагогического таланта завершился, оставив позади все волнения и тревоги. Он запомнится всем, кто принял в нем участие, потому что имел свое лицо и стал еще одним шагом в развитии педагогов. А трудовые будни продолжаются. Школьники смогут получить от своих учителей и конкурсантов еще больше современных, очень нужных в их жизни знаний. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».